Всем привет, с вами Шушаника, автор блога USAdvice.ru, все про США. И сегодня я поговорю про то, как работает страховка машин в США. И, как обычно, как чаще всего я это делаю, я расскажу на собственном примере. За 4 года моего водительского стажа в США, два раза у меня были аварии, но, слава богу, маленькие, не по моей вине. И я сейчас как раз расскажу, что делается в таких случаях, и как вообще работает страховка. Значит, начну с самого недавнего случая. Это было в конце прошлого года, в декабре 2013-го. Я стояла на светофоре, и в меня сзади врезалась машина, ну, совсем чуть-чуть, да. То есть, ничего серьезного там не было, только царапины на бампере. Значит, что происходит вообще в таких случаях, в отличие от Украины? Потому что, насколько я знаю, в Украине, если произошла авария, то те, кто стукнулись, они очень так и стоят там, и ждут страховщиков, или полицию, или не знаю, кого они там ждут. Но я помню, я когда жила в Киеве, очень часто можно было наблюдать сцену, там утром едешь на работу, машины стоят, там авария где-то посреди дороги, они прям так там и стоят посреди дороги. Вечером возвращаешься, они все еще точно так же и стоят. Значит, здесь не нужно стоять, так как вы ударились, вы отъезжаете на обочину, ну, или там подъезжаете куда-то, и там уже решаете все вопросы. Расскажу конкретную ситуацию, которая у меня случилась в декабре. Мы отъехали, вообще было уже очень поздно, где-то около 11 вечера, и у меня еще в машине были родственники, как раз они приезжали ко мне в гости, и водитель машины, которая меня стукнула, он, в общем-то, сразу сказал, я виноват. Ну, потому что я не знаю, как вообще в других странах, но в США, насколько я знаю, если ударили сзади, то это уже 100% вина того человека, который ударил. То есть, даже если вас подрезали и ударили, или еще что-то, то удар сзади это вина того, кто ударил. В общем, ну, он сразу сказал, что это моя вина, я записала его все данные, там номер у вас страхового полиса и так далее, в общем, мы разъехались. Значит, в чем была моя ошибка, которая, я, в принципе, ну, осознанно на это шла, потому что мне не хотелось там стоять ночью непонятно где, в не особо хорошем районе, и ждать 3 часа полиции. Значит, в идеале нужно всегда вызывать полицию на место аварии, потому что, даже если авария маленькая, ничего не произошло, но если есть какие-то повреждения, вы хотите, чтобы их починили, в моем случае это были царапины на бампере, то в идеале нужно вызывать полицию, чтобы они составили протокол и чтобы они записали там в протоколе, что значит, кто виноват, кто не виноват и что будет происходить. Потому что если, потому что страховая компания, она, в общем-то, ну, решает, принимает решение на основе протокола полиции. Если полицейский так написал, значит, так и есть. Если полиция не была вызвана, и, ну, в нашем случае мы просто разъехались, это уже, как бы, остается на совести каждого из нас. То есть я позвонила его в страховую компанию, рассказала ситуацию, они все записали, сказали, хорошо, мы с ним свяжемся, посмотрим. Связывались они с ним, наверное, около месяца. В общем, мне сказали, что если он так и не откликнется, то есть он там не отвечал на телефон, они не могли ему оставить сообщение или я не знаю что, и мне сказали, что если он не откликнется, значит, это, в общем, так и будет висеть. Потому что без его, ну, без его там слов, без его показаний они ничего сделать не смогут. Вот этот момент очень важен в том, что вот если полиция не была вызвана и нет протокола, то такое может быть. И закончится это все, может, тем, что придется вам идти в суд, платить деньги адвокатам и доказывать в суде, что, ну, что произошло. Естественно, если это очень что-то мелкое, то в этом даже смысла нет. Ну, то есть этим я хочу сказать, что, в общем-то, в идеале надо всегда вызывать полицию. Ждать придется долго, потому что, естественно, авария, если она не какая-то серьезная, нет пострадавших, это очень неприоритетная для полиции вещь. Поэтому приедут они, может, через час, через полчаса, я не знаю, смотря где и как, но в идеале это нужно сделать. Но в моем случае все закончилось хорошо, они его нашли, машину починили, я позже расскажу, как происходит вся эта ситуация. Но до этого я хочу сказать еще один момент, какую ошибку допустил тот человек, который меня ударил. Он, в общем-то, допустил еще большие ошибки, которые могли бы ему стоить намного большего. Он совсем, во-первых, он не проверил, сколько у меня человек в машине было, и есть ли пострадавшие, и есть ли там дети. В общем, он даже не взял никакую мою информацию, ничего. Дело в том, что если бы я, например, сказала, ну, предположим, я могла бы даже и соврать, потому что он этого не проверял, что, например, у меня был в машине ребенок, там несовершеннолетний, и из-за этого удара у него там какое-то сотрясение или еще что-то, то у этого человека были бы очень серьезные проблемы, и с него снимали бы очень большие деньги, страховая компания платила бы мне там типа на лечение ребенка или еще что-то. То есть могут быть такие ситуации. Поэтому очень важно, особенно если вы виноваты или если вы думаете, что могут в конечном итоге получиться, что вы виноваты, обязательно нужно проверить, все ли в порядке и в ваших же интересах, в интересах виноватого в аварии, то, чтобы была вызвана полиция и все было записано. Итак, что же происходит, когда, в общем, вы зафайлили этот клейм в страховую компанию? Значит, насколько я знаю, вначале нужно звонить в свою страховую компанию, даже если вы не виноваты, но нужно дать им знать, что, в общем, произошла авария. И потом уже звоните в страховую компанию того человека, который виноват, и рассказываете всю эту ситуацию. Если есть протокол полиции, это все легче. И если, в общем, в конечном итоге решено, что тот человек виноват, его страховая компания оплачивает вам ремонт машины. Что происходит в этом случае? В этом случае уже все зависит от страховой компании и от того, какие у них правила. Значит, в моей страховой компании, страховой компании этого человека, такие правила, что они вызывают ассессора, то есть это человек, который оценивает убыток. В этом случае, опять же, это может быть в каждом случае абсолютно по-разному, но в этом случае он мне позвонил, сказал, я подъеду, куда скажете, приехал ко мне к дому, посмотрел мою машину, записал и сказал, что он мне выписывает чек на 700 с чем-то долларов, и им все равно, этой страховой компании, было все равно, где я буду чинить машину. То есть есть страховые компании, которые говорят, вы можете починить машину только вот в таких-то вот мастерских, с которыми мы работаем. Есть страховые компании, которым все равно, они просто вам дают деньги, вы сами чините. Причем они могут вам дать деньги, вы можете не починить, как хотите, можете деньги просто себе взять и все, или сами починить. Ну, это уже ваш выбор. Он выписал чек, и он сказал, что поскольку, ну, внешне видно, что это просто царапина, просто краска сдерлась, но он говорит, я не знаю, что внутри, если там что-то треснуло или что-то погнулось, то тогда мастерская может ему позвонить, и он поднимет эту цену. Он там прямо так и записал, что это внешний осмотр, если что-то внутри не так, он уже будет сам договариваться напрямую с мастерской, и они уже будут решать. То есть как бы это уже не ваши проблемы. Кроме этого, страховая компания еще часто оплачивает арендованную машину, на которую вы будете ездить, пока вашу машину буду чинить. Но, опять же, нужно внимательными быть, и не делать так, что вы машину отдаете на починку в пятницу, забираете во вторник или в среду, потому что на выходных вам никто ничего оплачивать не будет. То есть они хотят, чтобы вы отдали машину на починку в понедельник или во вторник и забрали до конца недели, потому что на выходных они оплачивать не хотят ничего, ну, там, машину отдельную и так далее. Если, конечно, это не какая-то серьезная поломка, которую нужно чинить там неделями. Так что вот с этим чеком я пошла в мастерскую, в которой мне починили машину, там оказалось ничего нет, просто бампер поменяли и все. Это ситуация, которая произошла недавно, и я говорила, еще одна ситуация произошла, еще когда я в Нью-Йорке жила. Менее, еще менее серьезная ситуация, просто на парковке опять меня совсем чуть-чуть поцарапали, сзади тоже совсем только краску сдерли, в том случае мы вызвали полицию, и полицейский записал все наши данные, и мы договорились так, что просто этот человек сам починит мне машину. Он сказал, что у него есть какие-то знакомые в мастерской, он с ними договорится, и он им заплатит, или я не знаю там как, и они просто починят, потому что там была всего лишь краска. То есть этим я хочу сказать, что можно в принципе и без страховых компаний договориться, если, например, вы уверены, что вы виноваты, или вы его вызвали полицейского, и полицейский сказал, что вы виноваты, и это на вашей ответственности, и это не что-то серьезное, то часто, может, нету даже смысла привлекать страховую компанию, потому что в этом случае у вас, ну, в вашем профайле будет написано, что у вас была авария по вашей вине, и от этого поднимается страховка, и это висит на вашем профайле там несколько лет. То есть если это что-то несерьезное, и если у вас нет проблем с деньгами, вы можете там, я не знаю, 200-300 долларов, я не знаю, сколько это стоит заплатить из собственного кармана, то можно и договориться и так. То есть можно сказать, что я починю, там, или у меня есть знакомые в мастерской, которые починят, или что-то в этом роде, или там я заплачу, вы почините, если они согласятся, конечно. И это все легально, и полицейский так и написал в протоколе, что мы договорились сами, мы в страховую компанию не звоним, и мы, в общем, сами решили этот вопрос. Так что вот так работает страховка машин США. В большинстве штатов, если не во всех, страховка машины обязательная, не иметь страховку это нарушение закона. Надеюсь, это видео оказалось полезным. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. С вами была Шуша Ник, автор блога US2S.ru, все про США. Всем спасибо, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok